Путь праведников Надеюсь, что все наши уже Служатели воекра Школа жизни Онлайн школа Жизнь по Торе Что все уже стали праведниками Я очень надеюсь и праведницами Что уже все перестали Грешить Да, я надеюсь Перестали И Значит, начали делать много добрых дел Откуда я знаю, что Стали праведниками все Я в это верю Я в это верю, потому что Так правильно, так правильно думать Я вот как раз сегодня Изучал 16 главу Притчи, притчи царя Солмона И Но этот, правда, отрывок был в 15 главе Просто там случайно на него вышел 15 глава, 12 отрывок В притчах Там говорит царь Солмон так Он говорит Язык мудрецов Улучшает познание Восприятие И А род грешников Он В эпиксели Я бией велит Он Он выражает стептицизм и сомнения Значит И это очень мудро Настолько это мудро Смотрите Мы же не воспринимаем реальность Откуда я знаю У нас есть тысячи людей Которые слушают уроки Торы 32 тысячи часов просмотра уроков Торы В месяц было в прошлом месяце На уроке Вот сейчас, например Мы начинаем урок Торы У нас в прямом эфире Уже Если взять все вместе В трех сетях Уже больше ста человек И доходит Каждый урок До 200-250 человек Я понятия не имею Насколько Кто соблюдает заповеди Не соблюдает Праведные Неправедные Но говорит нам царь Соломон Так как восприятие человека Это некая иллюзия Которую он создает сам То язык Мудрецов Мудрый Это тот Кто понимает Как все работает Он улучшает восприятие Улучшает познание Улучшает ту картину Которую он воспринимает Поэтому он думает хорошо Поэтому он судит каждого С хорошей стороны Как учит нас Тора И так далее То есть он улучшает Тот мир В котором он живет А слова грешников Глупцов Они выражают Стептицизм и сомнения Они думают Ну конечно Все хорошее Это неправда Все еще намного хуже Чем я думаю То есть он сам Ухудшает тот мир В котором он живет Своё потенциальное будущее Своё 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 настоящее Которое человек Не воспринимает Настоящее Он воспринимает Свою Свою интерпретацию Настоящее Некоторые люди Они очерняют Своё прошлое Такие умельцы есть Портят жизнь себе И другим И вот есть люди Которые прям Производят яд Своим языком Своим восприятием А есть люди Которые улучшают Наоборот Картину мира Они позитивны Они все так Описывают Хорошо Красиво Да Шалом Из Германии Шалом Шалом Все друзья Мы начинаем Значит мы сейчас Продолжаем изучать Пути праведников И мы сейчас изучаем Такое качество Как любовь Изначально мы узнали Шесть видов любви Которые человеку мешают Семь даже видов любви Которые человеку мешают Потом мы сейчас изучаем Как Как в каждом из этих Видов любви Трансформировать Свою любовь Чтобы она не мешала А помогала Значит мы сейчас Находимся На На пункте Любовь К Людям Значит Любовь к людям Бывает мешающая Когда человек любит Не тех людей И не так Не тех людей И не так Он любит Да Он любит злодеев Он Ну неправильно Он к плохим людям Относится хорошо Написано Тот кто Тот кто Милосердный К злодеям Он потом будет Жестокий К праведникам И действительно Мы видим Вещь Что когда Когда например Злодеев Их начинают К ним хорошо Относиться То они потом Эти злодеи же Они потом Очень сильно Всем делают Проблемы Да И получается Тот кто Берет одного Там убийцу Отпускает То этот убийца Потом убивает Еще трех человек Получается что Милосердие К убийце Оно может Потом быть Жестокостью К хорошим Добрым людям Потому что Этот убийца Потом будет Им вредить И получается Лучше Ну вот эти вот Нюансы Теперь дальше Нам рассказал он Как правильно Выбирать себе Друзей Мы это вчера Изучали Как правильно Относиться Хорошо к людям Итогом Этого пункта Является Что в дружбе Со злодеями Множество Смертоносных Путей То есть Если человек Прикрепляется Дружит К злодеям То это Его может Привести К очень Плохим Последствиям И нужно Поэтому Дружить С хорошими Добрыми Людьми Значит И для этого Нужно самому Быть хорошим Добрым И правильно К ним Относиться Все Следующее Сегодня мы Начинаем Любовь к долголетию Значит Есть люди Которые Любят Долголетие И это плохо То есть Они Они Любят Жизнь Да Держатся за жизнь Ради Ради Ее материального Аспекта Смерть Такого Человека Она Похожа Говорит Талмуд На Репейник Который Вырывается Из шерсти Да Такой Вот Значит Или на Канат Который Который Проходит Сквозь Узкая Дырку В корабле Раньше Такая Была Метафора Да Очень Всем Понятная Нам Сейчас Непонятная Репейник Более Понятный То есть Человек Который Есть люди Которые Вот Они Очень Любят Этот Мир Они Прямо К нему Прикреплены Страшно Им Очень Тяжело Отсюда Выходить Они Прямо Не Могут Когда Им Надо Умирать Они Очень Не Могут С этим Миром Расстаться Некоторые Души Они Прямо Здесь Время Возвращаются Не Могут Они Подняться Нет У них Духовной Силы Теперь Он Говорит Нет Жизнь Надо Любить Говорит Он Если Говорит Про Правильную Но Пусть Любит Жизнь Ибо Благодаря Ей Он Приобретает Служение Всевышнему И чистый Страх Перед Ним Любовь К Богу И в этом Мире И днями Своими В приходящем Мире Приобретает Он Жизнь Подлинную Наслаждение Которое Вовеки Веков Не Прервется Понятно Да Идея Каждый День Пускай Он Увеличивает Любовь Страх Перед Всевышним Ибо Жизнь В которой Нет Страха Перед Всевышним Не Жизнь Значит Давайте Разберемся В этом По Торе То есть Есть Разные Модели Описания Мира Каждый Человек Живет В какой-то Модели Кто-то Верит В теорию Дарвина И он Говорит Я верю Что я Инфузор Туфелька Которая Случайно Стала Обезьяном А потом Обезьяна Случайно Стала Мной Это Как бы В двух Словах Вера Верующих В Дарвина Теперь Есть Человек Он Говорит Не Не Я верю Что Все Было Иначе Значит Есть Божественная Бог Творец Мироздание Сотворил Мироздание И Есть Религиозная Целая Система Описания Мироздания Теперь Если Смотреть Вот Этот Религиозный Взгляд На Мир Веру Это Вера То Душа Человека Это Часть Всевышнего Которая Вначале Попадает В Маленькую Клеточку Которая Сперматозолит И Яйцеклетка Дальше Это Душа И Вот Эта Яйцеклетка Разворачивается В плод Внутри Матери Девять Месяцев И Наступает Второе Рождение Первое Рождение Это Когда Душа Попадает В материальный Мир В эту Яйцеклетку Второе Рождение Когда Вот Этот Зародыш Выходит В Мир Из Живота Матери И Становится Заготовкой Такой На Которую Потом Надевают Интеллектуальные Какие-то Схемы Взаимодействия С Миром И Человек Начинает И он Понимает Что Есть Бог И он Понимает Что Жизнь В этом Мире Это Путь Тогда Он Начинает Выполнять Заповеди И Тогда Он Начинает Духовно Развиваться И В момент Когда Тело Его Отмирает Душа Выходит И Это Называется Третье Рождение Вот Он Говорит Жизнь Надо Любить В Жизнь В Этом Мире Как Возможность Собрать Снаряжение Для Третьего Рождения Если Ты Здесь Не Соберешь То Тогда Человек Выходит Душа Выходит Из Этого Мира И Говорят Game Over Значит Ты Проиграл Этот Уровень Игры У Тебя Не Получился Значит Следующая Попытка Следующая Попытка Следующая Попытка И В Какой То Момент Он Все Так Сумел Реализовать Свой Духовный Потенциал И Выходят Говорят Велкам Вы Победили Значит Как Такой Вы Выиграли И Он Идет В рай И Получает Вечное Удовольствие В своем Сознании В Самосознании То Итогом Вот Этой Игры Является Прилепиться Соединиться С Богом Но Именно В своем Самосознании Чтобы Вот Эта Интеллектуальная Сущность Которую Человек Называет Собой Чтобы Она Осталась На Вечность Это Как Тот Приз Который Можно Выиграть На Третьем Рождении Значит Но Если У тебя Нет Связи Со Всевышним То Тогда Ты Как Б Все Проиграл Ты Даже Билет Лотерейный Не Купил То Человек Который Не Верит В Бога И Божественную Сущность Своей Души И В то Что Есть Заповеди Есть Добро И Зло И То Что Можно Выполняя Волю Всевышнего Выиграть Вечную Жизнь То Он Как Будто Не Купил Даже Лотерейный Билет Он Говорит Я Больше Верю В Дарвина Мне Дарвин Как-то Понятнее А ты Читал Хоть Этого Дарвина Ну Не Читал Но Мне В детстве Объяснили Про Дарвина Значит Я Верующий Я Фанатик Мне Не Надо Объяснение Дарвина Большинство Атеистов Кстати Вот Ну Я Вам Скажу Я Думаю 99,9% Атеистов Они Не Изучали Теорию Дарвина И У них Нет Никаких Доказательств Вообще Никаких Доказательств Их У Дарвина Не Было А у Тех Которые Называют Себя Атеистами Это Просто Фанатики Такие Ну Как Сказать Слепые Фанатики Которые Верят В то Что Не Читали И Не Любовь К Вечной Жизни А Любовь К Жизни В этом Мире Это Любовь К Возможности Получить Вечную Жизнь С Этим Понятно Очень Четко Понятно Он Нам Объяснил Чем Отличается Просто Любовь К Жизни От Любви К Жизни Вечной Теперь Следующая Любовь К Почестям Есть У Людей Вредная Очень Любовь К Почестям К Пантам К Он Говорит Это Очень Дурное Свойство Он Нам Уже Объяснял Почему Это Дурное Свойство Я Не Буду Сейчас Объяснять Но Скажу Проще Что Человеку Высокомерному Который Гонится За Почестями Ему Всегда Не Хватает И Он Будет Всегда Опозорен И Чем Больше Он Хочет Почести Тем Больше Ему Будет Не Хватать Это Парадокс О Котором Многие Не Задумываются Но Тот Кто Хочет Быть Чемпионом Звездой Селебрити Звездой Соцсетей То Он Себя Ставит В ситуацию Когда Ему Все Рима Будет Не Хватать И Чем Он Выше Себя Ценит И Чем Выше Он Загнал Планку Тем Больше У него Будет Страданий Это Удивительная Вещь Но Вот Это Так Теперь Пишет Он Нам Что Нужно Изо Всех Сил Отдалиться От Почести И Здесь Он Нам Дает Такой Лайфхак Вообще Я Зачитаю Лучше Текст Чтобы Было Понятно Да Очень Просто Прям Удивительно Просто Да Значит Если Человек Старается Отдалиться От Двух Вещей От Почести И От Получения Выгоды От Других Он Близок Ко Всем Добрым Качествам Давайте Посмотрим Вот Возьмем Обычного Человека К чему Он Стремится Он Стремится Первое Это Как Пирамида Маслоу То есть Он Стремится К тому Чтобы Обеспечить Себе Питание Безопасность Дальше Как только Он Обеспечил Себе Питание Безопасность Он Стремится К тому Чтобы Обеспечить Себе Какое То Место В Социальной Структуре В Обществе И Дальше Когда Он Себе Обеспечил Место В Обществе Он Начинает Подниматься По Теории Потребности Маслоу Он Начинает В этом Обществе Он Пытаться Получить Какое-то Более Такое Высокое Место Это Первых Три Уровня Теперь Для Первого Для Безопасности Человеку Нужны Деньги Для Второго Чтобы Получать Место В Обществе Это Почет И Человеку Которого Есть Эти Два Стремления Он Все Его Мышление Оно Забито Вот Этими Двумя Двумя Потребностями Деньги Почести Деньги Почести Значит И Он Получается Денег Стремящийся К деньгам Не насытится Деньгами Никогда Их Не будет Много Сейчас Современная Позитивная Экспериментальная Психология Доказала Что Вот Прямо Конкретно Человек Который Получает Там Студент Он Выходит С института Сколько Ты хочешь Зарабатывать Если Я буду 50 тысяч В год Зарабатывать Я буду Самый Счастливый Спрашиваю Тех Кто 50 тысяч В год Зарабатывает Долларов Сколько Тебе Надо Чтобы Быть Счастливым 250 Вот Если 250 Буду Счастливым Спрашиваю Тех Которые 250 Зарабатывают Ну Что Вы Счастливы Ну Нет Может Если Миллион Туда А Если 250 То Ну Уже Нет Их Спрашивают Секундочку Вы Хотели 50 Вы Должны Быть Уже В 20 Раз Счастливее Чем Когда Вы Зарабатывали 50 Они Говорят Нет Я Несчастней Вот Когда 50 Начал Зарабатывать Я Еще Был Счастливый Но Чем Все Время Гонится За За Счасть За Не За Счастьем За Деньгами И Второе Почести Меня Уважают Меня Слушают Меня То Меня Это И В итоге Он Живет Постоянно Нехват Его Никогда Не будут Уважать Так Как Он Хочет Если Он К Стремится И Никогда Ему Не будет Хватать Потому Что Мы Видим Что Даже Миллиардерам Не Хватает Но Если Он Убрал Эти Два Стремления У Себя Он Говорит Нет Я Как Свободен Он Свободен Это Полная Свобода Такая Внутренняя Свобода Все Значит Я Бескорыстный И Я Человек Скромный Мне Вообще Много Не надо Я Наоборот Хочу Людям Помогать Мне Люди Нравятся Люди Уважают Все Наступает Внутренний Покой И Свет Хорошо Дальше Он Пишет Последний Вид Людви Которые Очень Вредные И Которые Все Заслоняет Это Любовь К Наслаждениям Любовь К Еде Питью Сну Когда Человек Он Значит Погружен В Удовлетворение Своих Телесных Потребностей То Опять же Это Путь В Никуда Потому Что Мы Знаем Что Римляне Которые Были На Этом Пути Очень Продвинутые Или Древние Греки Они До Того Доходили Что Они Проводили Богатые Римляне Время В пирах И Значит Они Поели Самые Изысканные Блюда Вырвал Опять Поел Опять Вырвал Опять Поел Опять Вырвал Ну Там Девушка С одной Уже Девушки Ему Надоели Потом Он С мальчиками Потом Он Уже Не знает С кем Ему Спать В бане Все Римляне Жарко Ну Все И Римляне Исчезли То Тот Кто Гонится За Вот Такими Наслаждениями Тела Он В итоге Исчезает И Все Он Говорит А как Надо Относиться К Потребностям Тела Он Говорит Очень Все Просто Очень Все Просто Важно Заботиться О своем Теле Чтобы Тело Было Здоровым И Крептим Для Того Чтобы Была Здоровая Душа Для Познания Всевышнего Потому Что Голодный И Больной Не Может Понимать Изучать Учение Заповеди Хорош Правильный И Если Ты Можешь Периодически Делать Перерывы Посты Или Есть Только Один Хлеб В то Время Был Хлеб Очень Здоровый Это Было Не Было Тех Сортов Пшеницы Которые Сейчас Генномодифицированные А Была Только Дикая Пшеница В которой Там Она Была Очень Полезная Вот Хлеб Из Дикой Пшеницы Был Очень Полезный В то время И Он Говорит Иногда Кушать Только Один Хлеб Чтобы Тебе Не Было Трудно Когда Больше Ничего Не Будет Это Как Раз Неделя Когда Едят В Песах Мацу Когда Едят Только Мацу Вообще Хлеба Нет Вода Мука Такие Твердые Мацот Неделя В году Неделя Это Одна Пятидесят Года И Ты За Эту Неделю Понимаешь Что Ты Абсолютно Спокойно Обходишься Вот Этими Вот Листами Пшеница С водичкой Смешал Запек Скушал И Ты Целый День Сытый Значит И Тогда Тебе Не Страшно Что Больше Ничего Не Будет Ты Знаешь Что Даст Бог День Даст Бог Пищу Мути Килограмм Стоит Там Два Доллара С Килограмма Мути Ты Можешь Кушать Я Не Не Делю Теперь Если Ты Ешь Два Раза В день Он Пишет Ешь Днем Более Легкую Дучим Вечером Чтобы Днем Двигаться Было Легче И Не Пей Слишком Много Вина Оно Великая Препона Для Всего Духовного Великая Преграда Для Всего Духовного Вино И Пусть Тобой Всегда Руководит Правило Человек Не Должен Стремиться Полностью Удовлетворить Своё Желание Есть И Пить Пусть Он Следит За Состоянием Тела Когда Ест И Пьет И Пусть Не Берет Лишнего Сказал Мудрец Это Сотни лет Написано Назад Это Книга Тора Сказал Мудрец Мудрый Говорит Ем Чтобы Жить А Глупец Говорит Живу Чтобы Есть Мы Видим Что Многие Фразы Которые Мы Привыкли Они Их Основа Повторим И Говорит Нам Царь Салмон Три тысячи Лет Назад Тринадцатая Глава Двадцать Пятый Отрывок В Притчах Праведник Насыщает Свою Душу А Чрево Как бы Чрево Нечестивых Всегда Ненасытно Понятно Да Это Очень Важная Такая Вещь После Еды Есть Благословение После Еды Беркат Амазон И Там Есть Такие Слова Будешь Есть И Насытишься И Будешь Благословлять Бога Когда Благословляют Человека Чтобы Была У него Всегда Еда Добавляют К этому Фразу Что Ты Будешь Есть Насыщаться И Благословлять Бога Одно Наличие Еды Не Является Благословением Потому Что Человек У которого Есть Еда Но Который Ей Не Насыщается Он Приобретает Ожирение Он Все Естественно Что Он Не Получает Никогда Полного Удовольствия От Еды И Пользы Потому Что Если Ты Не Благословил Всевышнего Который Дал Еду Еда Это Она Может Стать Для Тебя Ядом Поэтому Благословение Звучит Так Что Ты Будешь Есть Будет У Еда Будешь Ей Насыщаться И Будешь Благословлять Бога Теперь Дальше Он Подводит Итог Она Вредит То есть Любовь К Женщинам Он Говорит Это Опасная Любовь Но Говорит А что Значит Не Опасная Как Эту Любовь Именно Где Та Мера Которая Наоборот Приносит Человеку Пользу Он Говорит Так Тот Кто Женится Пусть Намеревается Сделать Это Во Имя Всевышнего И Делает Это Ради Исполнения Заповеди Плодитесь И Размножайтесь И Ради Будущих Детей Которые Будут Служить Всевышнему И Будут Обладать Страхом Перед Ним И Пусть Думает О том Что Благодаря Жене Он Удовлетворит Свою Страсть И Избавится От Злого Начала И От Страсти К Другим Женщинам Или Можно Так Еще К Этому Вопросу Подойти Что Я Женюсь Чтобы Удовлетворить Свою Жену И Чтобы Не было У нее Желания К Другим Мужчинам Чтобы Было Меньше Разврата То есть Уже Если Спи Жена Должна Быть Какая Миссия Должна Быть Очень Высокая Все Нужно Привязывать К Служению Всевышнему И Даже Можно Еще Подумать Так Что Я Это Делаю Чтобы Было И Здоровье Чтобы Было Улучшалось Потому Что Это Полезно Для Здоровье Хорошо И Сон Надо Делать Служением Всевышнему Чтобы Мозг Отдохнул Чтобы Утром Более Хорошо Прийти На Урок Торы На Ваякра Выспавшимся Все Понять Записать И Развивать Свою Душу И Об Этому Сказал Царь Соломон В Притчах Третья Глава Шестого Отрывок Что На Всех Своих Путях Познавай Бога Познавай То есть Все Что Человек Делает В этом Мире Это Только Средство Для Любви К Всевышнему И Вот Сейчас Он Нам Объяснит Как Раз Я думаю Я На Завтра Это Отвечу Оставлю Начну Сегодня Что Такое Любовь К Всевышнему Вот Дальше Он Приводит Как Все Это Была Подготовка А Теперь Он Говорит Доставит Человек Все Виды Любви И Доприлепится К Создателю Любовь К Всевышнему Есть Вершина Всех Качеств И Конечная Цель Всех Ступеней Людей И Служения Значит Все Свойства И Качества Хорошие Человека Это Лестница Ведущая К Ступени Любви К Всевышнему И Она Происходит От А На Их Предел Нет Выше Нее То Смотрите Что Получается Вот Есть Бог Творец Мироздания Бесконечный Без Непостижимый Творец Мироздания Можете себе представить Весь Мироздание Вселенной Черные Дыры Планеты Люди Все Это Возникло Во Всевышнем По Его Желанию Его Желания Плюс Его Безграничные Возможности Создали Всю Вот Эту Систему Это Всевышний Это Бог Его Нельзя Постигнуть Если Мы Даже Не Можем Его Творение Постигнуть Как Мы Можем Постигнуть Творца Бог Не Постижим Но Мы Можем По Его Творению Предположить Его Величие Теперь Во Все Огромное Мироздание Есть Человек Которого Всевышний Сделал Как бы Такой Голограммой Отражением Себя В Нижнем Мире И Он Сделал Возможность Человеку Выбирать Свободу Выбора То есть Как Всевышний Он Творец То есть Все Мироздание Это Машина Кроме Человека Который По Образу Бога Тоже Творец И Он Создал Такую Микро Игру Микро Такую Модель Хотя Она Размножена На 8 Там Миллиардов Уже Людей Но Эта Модель Она Как бы Для Бога Звезд Вообще Там Миллиарды Миллиардов То есть Для Бога Нет Такого Понятия Как Число То есть Он Масштабирует Все Очень Легко У Каждого Человека Есть Душа И Есть Свобода Выбора Бог Как бы Убрал Себя Из Какого Пространства Этого Мироздания И Сказал Ну давай Выбирай Все У тебя Свобода Ты как Я То есть Ты Творец Выбирай Выбери Меня Выберешь Идти по Пути Бога Выходишь В Духовный Мир Становишь Выше Ангелов И Живешь Вечно Не Выбираешь Меня Значит Исчезаешь Ну то есть Это Как Такая Машинка Как Игра Как Компьютерная Игра Тебя Нет Теперь А как Выбрать Бога Где Ориентир Почему Зачем Это Делать Бог же Добро Бог Любовь Значит Когда Ты У себя Пробуждаешь Любовь И Соединяешь Любовь С Богом То Тогда Происходит Твое Соединение Выбирающей Твоей части Со своей Душой И Со Всевышним То есть Любовь Это Как Самое Высшее Что Есть В Этом Мире Теперь Значит Вот Он Нам Объяснил Что Если Ты У Удостоишься Любить Всевышнего Всем Сердцем Твоим Всей Душой Всем Силами Твоими То Это Бинго Ты Выиграл Теперь Дальше Он Объясняет Что Есть Любовь К Всевышнему И Перед Любовью Есть Страх Перед Всевышним Зачем Всевышний Сделал Этот Мир Таким Опасным Местом Как В Компьютерной Игре Ты Идешь Тут Ты Набрал Жизни Тут Ты Попал В Какую-то Яму Потерял Жизнь Тут Так Тут Так Зачем Бог Сделал Этот Мир Таким Опасным Для Того Чтобы У Человек Была Реальная Свобода Выбора Чтобы Были Какие-то Знати Тут Ты Сделал Неправильно Какая-то Искра Пошла Тут Ты Сделал Правильно Любовь Пошла Дальше Он Объясняет Что Есть Любовь Ко Пока Месты Не Отрегулируешь Уровень Своего Страдания И Счастья Ну как бы Несчастья Удовольствия От этого Мира То есть Как только Ты Успокоил Вот эти Все Внутренние Страсти И Там И боли Назовем это Так Да Потому что Когда человеку Больно Он думает Только о боли Боль Она полностью Застилает Его мышление Больно Страдание И так Далее То есть Надо Это Успокоить Через Правильные Действия Потом Когда Ты Успокоишь Все Свои Вот эти Вот Яркие Всплески Удовольствия Который Человек Там Тут Он Выпил Тут Он Значит Поел Тут Он Там Какие-то Страсти У него Там И так Далее Как только Все Это Успокаивается Оп Тогда Ты Начинаешь Слышать Свою Душу И Через Душу И Правильные Действия Ты Можешь Соединиться Через Любовь Со Всевышним И Тогда Тебя Накрывает Удовольствие Более Высокого Уровня Говорят Что Если Ты Сейчас Наркотики Что Человек С одного Раза Привыкает То есть Он Пробует Этот Наркотик И Он Дальше Получает От Одного Раза Такое Удовольствие Что Дальше Для Него Вся Эта Жизнь Уже Не Как Бо Она Вообще Для Ничего Ничего Не Стоит И Человек Буквально Там За год Сгорает Вот Какие-то Соли Какие-то Мефедроны То есть Слава Богу Я Вообще Даже Понятия Не имею Что Это Такое Но На Сегодня Это Огромная Проблема Человечества Молодежи Там И так Далее Что Один Раз Они Пробуют Вот Эту Гадость И Все И Они Из Не Исчезают То Это Откуда Это Взялось Почему Это Происходит Я Честно Говоря Не Думал Не Знаю Но Мне Кажется Что Любовь Ко Всевышнему Если Все Таки Успеть Дойти При Жизни До Нее Она Дает Еще Больше Удовольствия И Человек Который Как бы Получил Вот Сладость Общения Со Всевышним Настоящего То Тоже Он Потом Идет На Этот Свет И Дальше Он Уже С Этого Света Не Сходит Но Это Для Того Чтобы Дойти До Любви Ко Всевышнему И Удовольствия От Этой Любви Нужно Очень Много Работать А Для Того Чтобы Получить От Наркотика Это Удовольствие Нужно Всего Лишь Быть Дураком Получить И Расплачиваться За Это Своей Жизнью То Чем Больше Уровень Удовольствия Тем Больше За Него Есть Плата Только Когда Ты Работаешь Над Собою Ты Платишь 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 И Потом Получаешь Награду А Когда Ты Крадешь Это Удовольствие Наркотик Это Как Украденное Удовольствие Или Алкоголь Это Радость Украденного Завтрашнего Дня Когда Ты Крадешь Вот То Удовольствие Которое самое большое в мире, за него потом есть расплата. И люди, которые крадут вот это удовольствие от наркотиков, расплата за это, это их жизнь. Они платят за это жизнью. И те, кто алкоголь получают, они тоже платят за это жизнью. А те, которые работают над своим духовным родством, они выстраивают, 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 оп, и получают заслуженную награду в вечной жизни. Все, всем удачи, успехов, чтобы мы удостоились вечной жизни. Завтра с Божьей помощью будем изучать что есть любовь ко Всевышнему и как вообще прийти. Я прям очень впечатлился. Я сегодня это изучал как раз. Очень впечатлился. Все, всем удачи, успехов. Спасибо вам огромное, что вы приходите на уроки. Поддерживайте ВАИКРУ. Делитесь этими уроками. Делитесь этими уроками. Работайте над собой. Берете этот урок, потом его проходите, выписываете свои инсайты, делитесь этими инсайтами, применяете в своей жизни. И так мы приводим этот мир. Много, много Божественного Света, Любви, Радости и спасаем мир. То есть, Всевышний смотрит, думает, есть надежда еще на человечество. ВАИКРА работает, значит, надежда еще есть. Все, всем удачи, успехов. До завтра. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова